Всем привет! Я уже дома и без детей так непривычно. Если вы пропустили предыдущие влоги, то вкратце после свадьбы моего брата дети остались с мамой на 9 или даже 10 дней. И оказывается, что у меня столько свободного времени, я сегодня вечером позволю себе такую роскошь. Я пойду к парикмахеру на 7 часов вечера. Обычно я или рано утром туда ехала, или как-то перестраивала свой рабочий график, чтобы порешать все свои вопросы личные. Рабочие во время рабочего дня, а потом уже заниматься только детьми. И не буду так же долго затягивать. Скажу, что в этом влоге будет очень интересно, потому что мы с вами отправляемся в путешествие, о котором я мечтала после поездки в Италию. Я написала в инстаграме, что у меня есть мечта посетить Португалию и Грецию. Грецию, скорее всего, оставим на следующий год. И так получилось, что мне нужно несколько дней побыть в Кракове, именно поработать здесь, а дальше я все смогу делать на компьютере. Мы проверили билеты. И как раз 4 дня мы сможем провести в Португалии. Это та страна, которую я очень сильно хотела посетить. И мы отправляемся туда только вдвоем. Кстати, я вот приехала домой, ко мне пришла посылка от Даниэль Веллингтон. Вы очень часто спрашиваете меня, почему я не ношу обручальное кольцо. Честно говоря, я крайне редко ношу кольца, это раз. А во-вторых, мне не нравится то, что обручальное кольцо у нас из белого золота, и оно матовое. Я тогда решила сделать обручальное кольцо такое, чтобы оно подходило к помолвочному. Но спустя какое-то время я перешла только на розовое золото. И в основном ношу только бижутерию. То есть не ювелирное изделие. Мне нравится что-то менять. И вообще, я часто хожу с часами Даниэль Веллингтон. Вот сейчас на мне также браслет. И когда мы были в Стокгольме, мы были в стационарном магазине, и там примеряли колечки. Они вот такие скромные. Здесь есть гравировка. Я сейчас вам покажу поближе. Но со второй стороны оно выглядит просто как такое гладенькое колечко. Оно не цепляется. И тогда я подобрала свой размер, и представитель бренда записала и прислала. Спасибо огромное. Я как раз выбрала себе на безымянный палец. И вы знаете, я всегда говорю, что в поездках я немножко отекаю. И сейчас я вижу, что можно было брать еще на полразмера меньше. У меня довольно тонкие руки. И не всегда могу подобрать свой размер. И вот это вот моя самая любимая модель с матовым ремешком. Хотя я все люблю. Вот кто бы что ни говорил, они супер стильные. И их носят не только блогеры. И наша соседка, и у девочки недавно в Заре я видела тоже часы Даниэль Валентон. Я говорю, извините, а можно вас спросить, откуда вы узнали о них от блогеров? А девушка говорит, нет. Я увидела в интернет-магазине и заказала себе. Она вообще была не в курсе того, что блогеры получают эти часы, что они их носят. То есть человек вообще не из блогерской среды. Так что вот такие истории. И часы реально классные. Мой муж тоже их любит. Если вы присмотритесь к фотографиям или к ролику со свадьбы, то даже там он был с часами Даниэль Валентон. И сейчас у них вышла вот такая модель с циферблатом побольше. То есть это диаметр 36 миллиметров. Тоже покажу вам поближе. И по дизайну они очень похожи на мои маленькие. У меня 28 миллиметров. И в этих часах ремешок не меняется, а в этих меняется. И еще важно то, что они есть и с белым циферблатом, и с черным. И также в разных цветовых вариантах. То есть с розовым золотом и с вот таким, который я выбрала для своего мужа. И еще сейчас на официальном сайте Даниэль Валентон действует акция. При покупке часов вы получаете 50% скидки на браслет. Есть еще вот такие широкие. И так, о кольцах вам также сказала. Я оставлю вам все ссылки внизу. И не забывайте, что с моим кодом, сейчас появится на экране. И продублирую в инфобоксе. У вас всегда есть дополнительная скидка 15%. Она действует и на официальном сайте Даниэль Валентон. И также в стационарных магазинах в Москве, в Питере и в Екатеринбурге. Давайте покажу вам поближе. И поедем в магазин. Мне нужно кое-что купить на осень. Вот так выглядит колечко. Очень скромное. И так, как я вам говорила, здесь написано Даниэль Валентон. Если повернуть, то будет абсолютно гладким. И оно пришло в такой коробочке. Если покупаете, то тоже вся продукция приходит в очень красивых, элегантных упаковках. И то, что я подарю мужу, вот это он будет доволен. Вот так выглядят эти часики. Ничего лишнего. Еще раз повторюсь, что это новая модель. И в ней не снимается ремешок. Он не меняется. Название я оставлю вам в инфобоксе. Вручу Томику его подарок чуть позже. А теперь поехали. Да, онлайн в Заре я высмотрела супермодные такие широкие джинсы. Что вы думаете? Их нет. Взяла кое-что примерить, но посмотрим. Это не то, что мне хотелось бы. Ну ладно. Смотрите, какую классную сумку я нашла в Заре. Она вообще недорогая. И есть обалденная базовая, которая очень сильно похожа на мою Ребекку Минков. Оставлю вам ссылочку, если будет онлайн. Еще кое-что здесь. Короче, сейчас наряжусь, покажусь вам. И гляньте, какие классные ботинки. Не слишком ковбойские и не очень широкие здесь. Я хочу носить их с джинсами. Ну, сейчас посмотрим. Я хотела обычную классическую белую рубашку, но их здесь не оказалось. Взяла вот эту. И знаете, она очень даже интересная. Вообще недорогая. И как альтернатива, надо подумать. Честно говоря, она выполнена из такого приятного материала, что мне кажется, это достойная замена. Хотя не все ее поймут. Это однозначно. Здесь карманы и с такими свободными широкими джинсами будет смотреться замечательно. В Заре есть куча хороших, качественных ремней базовых. Мне нужно с такой серебристой пряжкой. Так что я его возьму. Мне нравится. Рукав такой прикольный, широкий в рубашке. Джинсы совсем не такие, как я искала. Но они из плотной ткани. Если вам нужны мам джинсы на завышенной талии, из плотного материала, то стоит присмотреться. Сейчас покажу код. Вот они. И учитывайте то, что они растянутся. Поэтому берите свой размер. Не нужно брать больше, чтобы они были свободными. И вот рубашка. На мне очень интересное платье. Она тоже из новой коллекции. Сжатого сатина. Эта ткань будет актуальна. И, кстати, издалека смотрится не то, как эко-кожа, не то, как ткань. Сразу даже непонятно. Супер стильное платье, которое можно носить и со свитерами, и под жакет, например. Летом тоже без проблем. И если бы я надевала свитер, то однозначно объемный. Кстати, посмотрите, как классно сюда подходит сумка. Очень универсальная. И платьице, кстати, возьму. Оно мне очень понравилось. Ботиночки, кстати, из кожи стоят. Они около 100 долларов. Но это такая, знаете, довольно нежная кожа, я бы сказала. А вот базовая сумка, о которой я говорила. Она может быть на длинном ремешке или вот так на коротком. Видите, белая рубашка тоже нашлась. Хороший размер, но это не кожа. Я бы сказала, что это очень бюджетно для такой сумки. Оставила машину на платной парковке. Навигатор показал 6 минут, а пешочком 20. Но я решила пройтись, так как парикмахер, которому я иду по совету Томаши, находится в очень классном районе. Это часть Казимежа, то есть еврейского квартала здесь. И вот именно здесь на 30 квадратных метрах находятся сразу несколько синагог. Вот одна из них. И вот эти рестораны все специализируются на кошерной кухне. Мне очень стыдно, но я живу здесь 11 лет и ни разу не пробовала. А ресторан Ариэль считается одним из самых популярных и самых известных ресторанов именно с еврейской кухней. Обалдеть! Я еще никогда не была в такой парикмахерской. Она двухэтажная. И здесь такой дизайн. Я надеюсь, что ее классность, как сказал Тома, не заключается только в интерьере. И что меня нормально постригут. Девочки, почему у меня такое предчувствие, что эта стрижка не будет самой дешевой? Ну ладно, деваться некуда. Обычно так начинаются плохие истории. И кофе тебе, и за мной мини-бар. И здесь так много рабочих мест, но почему так мало клиентов? Я только надеюсь на то, что уже поздно, и поэтому. По-моему, классно меня постригло. Сразу так более стильно выгляжу. Теперь с таким хорошим настроением еду домой собирать чемоданы. Новая песня Монатика сильно это просто. Обожаю. Ну что, привет уже из Португалии. Мы заселились в наш номер. Вообще здесь неплохая шумоизоляция, но Томак открыл окно. Мы находимся в самом центре. Кстати, кому интересно, я могу поделиться отелем, если он нам понравится. Если нет, то все равно оставлю название. Все мы бронировали через букинг и выбирали только по отзывам. Вот здесь. Привет! Это я. После самолета 4 часа длился перелет. Аккуратная ванная комната. Все так стильненько. Уже около 10 часов вечера, наверное. Душевая кабина. Вот плиточка. У нас такой как бы апартамент. Мы выкупили завтрак, но здесь можно без проблем что-то быстренько приготовить. Тосты. Сейчас покажу, какой у нас вид. Ничего особенного. Город. Если закрыть окно, то вполне тихо. Вот как оригинально придумали. То есть, общее пространство, видите. И в эту сторону повернута кровать. Прикольно. Мне очень нравится. И вот здесь еще большое зеркало. Ретро-телефон. Какой классный. Вот теперь я просто в восторге. Чайник, тостер, это понятно. Здесь небольшая плита. Вытяжка скрытая полностью. Тарелки, все, что нужно. Бокалы для вина. Вот там графин. Здесь можно жить. Какие-то контейнеры, терка, блендер. Если приезжаешь с маленьким ребенком, то согласитесь, что это очень упрощает жизнь. Микроволновка, кофемашина. Класс. Интересно, что здесь. А, холодильник. А это мусор. И посудомойка. Вау. Очень неожиданно. И здесь кастрюли. Сковородки. Обалдеть. И винишко, которое мы купили в аэропорту. Охлажденное, белое. Как поляки говорят, на здоровье за поездку. Это наш отель снаружи. Очень красивая улица. Здесь вот рядом находится то ли какой-то костел, то ли базилик. Я еще не дочитала. Сегодня отправляемся на прогулку по старому городу. Это очень интересное место прямо со входом в отель. Здесь очень много местных жителей. И здесь продают фруктовые настойки. И так прикольно. Они собираются здесь. Наливка продается на разлив. То есть можно купить в небольшой рюмочке. В каждой из них по 2-3 вишни. И они стоят, беседуют, курят. И вчера было довольно поздно. Мы возвращались. И здесь было так много людей. Одна сплошная вечеринка. Вот так это все выглядит. И когда наливают, они специально стараются, чтобы в рюмку попали ягоды. Вот обязательно попробуйте, если будете здесь. А мы привезем на подарок нашим друзьям. Небольшой апдейт. Трамвай это классно. Это, конечно, один из символов вообще Лиссабона. Но купили мы, значит, билеты. Стоили они около 20 евро. И оказалось, что очередь на трамвай. На минуточку, на 2 часа. Надеюсь, здесь шумит меньше. Короче говоря, пешком трасса под горку заняла около 15-17 минут. Поэтому не критично. Если вы любите прогуляться, то не стоит так долго ждать и терять это время. Особенно если приезжаете там на несколько дней. И сейчас мы находимся в замке Святого Георгия. Так как я сказала, здесь начинается история города. И сейчас здесь руины, которые мы посмотрим позже. Но главное, какой отсюда вид. Пойдем посмотрим. Вход сюда платный 10 евро. Но нет такой толкучки народа. Знаете, что нужно оттолпиться. И оно того стоит. Мне кажется, что вечером особенно красиво. Вот этот мост тоже подсвечен. Вчера гуляли по набережной. Очень нравится. Обалдеть. Здесь на дереве сидят павлины. И пока они не начинают шевелиться, сразу даже непонятно. Они огромные. А вы знали, что сардина это также символ Португалии? Здесь можно покупать их даже в коллекционных банках. Есть целые магазины. Ну и, конечно, множество сувениров. Сейчас будем пробовать небольшое традиционное португальское блюдо. Это типа как пирожок и сделано из сыра, картофеля, лука, чеснока, приправ. Здесь еще яйцо. Окей. Есть и наш наборчик. Отведаем. Это еще и с рыбой. На любителя. Порта продают здесь на каждом шагу. Одно евро. И вот такой харизматичный мужчина даст вам попробовать. Даже костел здесь такой цветной. Очень интересно наблюдать, как в каждой стране отличаются. Да? В Лиссабоне ездят трамваи. Причем они старые, не новые. С 1930 года приблизительно. И самый длинный маршрут, номер 28, он проходит по всем достопримечательностям старого города. И почему сюда не завозят новые трамваи? Да потому что они просто не могут здесь передвигаться. Теперь понимаете, почему здесь не могут проехать современные трамваи? В Португалии также славится своей керамикой. В некоторых магазинах не разрешают снимать. Но вот здесь продавец или я даже не знаю, автор любезно разрешил показать. Мне хотелось бы купить что-то домой. У меня есть свободное место в багаже, я обязательно это сделаю. Ой, как красиво! Так колоритно ни на что не похоже. Серьезно. Перетянула Томека. Смотрите, все местные архитектурные достопримечательности. Я обожаю, обожаю. Это монастырь Сан-Висенте де Форо, если я правильно произношу. Здесь так тихо, прохладно. И очень-очень красиво. Идем вниз на трамвайчике. Тома, как всегда, со всеми разговаривает. Вот такой интересный факт. Водитель трамвая получает 1000 евро. И наш водитель входит в 20 лучших по вождению трамвая. Это культовое место в Лиссабоне, называется Тайм-Аут. И мы идем сюда есть осьминога. Это такое место, видите, довольно шумное. Здесь много людей. Говорят, что здесь очень вкусно и все свежее. Португальское лакомство, которое невозможно пропустить. Томаш вот себе берет. Для меня слишком сладко. О, боже, это должно быть нереально вкусно. Ням-ням-ням-ням-ням. Есть осьминог. А у Томаша креветки и рыба. Дорж. Пиво. А у меня вот какой-то лимонад. Ну, что это надо сказать? Это просто невозможно вкусно. Как вам размер винишка? Это стандартная бутылка. А это вот такой формат XXL. О, боже! СосоDR amая. СусоDR Аdroite trucкое. Переход по кочевой лакским салбой. Павес и плачев. Т Cum, Куз. ПросоDR-с у Yup! Прятая сна. Кс Д kto к HQ. Здесь неправд części и Юрия. Прятая сна. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас мы возвращаемся обратно немножко, потому что будем искать какой-то пляж, чтобы отдохнуть, позагорать Я забыла фильтр, купила его, только что в аптеке, маленький, подручный, слушайте, конечно же, да, безумно красиво, но такой ветер, что меня там чуть не снесло И вообще вся пыль и грязь привыкла мне на лицо И если вы мерзляк или мерзлячка, то обязательно берите с собой какую-то толстовку или куртку, потому что там 10-15 минут можно выдержать, но если хотите погулять подольше Но в таком комбинезоне, как у меня, это было нереально, я просто стояла, все вот так тряслось И теперь едем греться на пляж, загорать, отдыхать до вечера, наверное, вечером уже приедем в Лиссабон Пойдем в старый город или просто в Лиссабон Пока что нет никакого конкретного плана, и завтра мы, скорее всего, поедем в Синдрукс Кажется, я поняла, зачем он мне купил пиво Чтобы я не возмущалась Насчет дороги, я не говорила, что я не пройду Типа, Оля, расслабься, все будет хорошо Продолжение следует... Боже, какой фантастический пляж и океан впервые в жизни И в баре на пляже можно заказать салат и тосты Я подумала, что все будет маленьким, но в Португалии какие-то огромные порции Так что поделюсь с Томаком, потому что мне всего этого не съесть Нам вчера так понравилось на пляже на берегу океана Что мы снова, вот, в очередной день приехали в эту сторону Мы находимся в городке Кашкайш Если я правильно произношу Очень уютный, приятный, ухоженный, компактный Я себя здесь чувствую немножко как в Испании Класс! А вы знали, что сардина это также символ Португалии? Здесь можно покупать их даже в коллекционных банках Есть целые магазины, ну и, конечно, множество сувениров Все-таки я должна сказать, что Португалия Ну, я не могу говорить о всей стране Но, во всяком случае, те места, которые нам удалось посетить Они настолько разнообразные, красочные Такие вот не похожи на другие Иногда вообще не чувствуешь себя как в Европе А иногда тебе кажется, что ты снова в Испании Это обалденный городок И вот сюда хочется вернуться И только на экскурсию в Лиссабон И сюда с детьми Здесь потрясающе Вот, честное слово, мы целый день здесь были На океане И зарядились так энергией Все, теперь нам хочется вернуться Субтитры подогнал «Симон»